Добрый день! Сегодня мы рассмотрим новинку от Lanlan. Это коробочка без обосновательных знаков, размером с обычную трешку 57 мм. Называется Андромеда Куб. Выглядит страшно, интересно. И это одна из тех головоломок, которые я купил и вряд ли в ближайшее время соберу. Такое бывает. Парочка у меня лежит так и не перемешанных. Это треугольная призма и бипирамида от MF8. Но почему я это взял? Ну, во-первых, у меня есть младший брат. Это Гиммини 4 угла, 4 Corners, также Дэвид Питчер и Lanlan. Кто смотрел 191-й анбоксинг, может это вспомнить. Я тогда тоже его не стал сильно перемешивать и не собрал. Отложил для лучших времен. И, как вы поняли, я нашел для этого кубика домик. Кстати, от MS серии Чи, приятный бокс, поставил на полочку. И с тех пор в руки больше не брал. То ли забыл, то ли не хотел, то ли все собирался и не собрался. Ну, в общем, я так и не научился собирать вот эти 4 угла. И тут выходит Андромеда Куб. Куб явно похожий чем-то на предшественника. Не знаю, можно ли их считать младшим и старшим братом, но здесь разрезов побольше и похожий принцип вращения. Поэтому я их так назвал. А если не прав, то поправьте. Вот у нас логотипчики, тот же Питчер, тот же Лан-Лан. Почему же купил я эту совершенно не дешевую головоломку? Да потому что долгое время ничего не покупал. Это была одна из первых новинок, которые меня заинтересовали. Пусть я ее также сейчас, пока не разберусь с младшим братом, не перемешаю и не соберу. Зато она у меня есть и душу гуреет. Не советую так поступать. Это привычки коллекционера. Не всегда это практично. Но вот мне что-то захотелось. Еще в 2018 году на канале Питчера вышло видео с оригиналом этой модели. Там Андромеда Куб без бандажа. Что-то такое. Да, оригинальная головоломка. Естественно, на этот 3D принтере распечатанный было покрупнее. Но вот Лан-Лан выпустили стандартного размера для кубика эту головоломку уже в серийное производство. Давайте я напомню, как вращался четыре угла. А именно вот так. Он, кстати, был похож на два кубика от Даяна. Я оставлю ссылку на анбоксинг с четырьмя углами в описании. Здесь в подсказке, чтобы не повторяться. Но есть Даянские модели, которые похожи, но имеют больше свободы. Больше разрезов. И казалось бы, что если четыре угла забандаженная версия Даянских моделей, то это должно быть как-то похоже. Но, как я не всматривался, особого сходства не заметил. Могу, опять же, ошибаться. Ну, насчет вращения. Оно происходит вот так. Так это вращается. Теряет головоломка форму. Как-то вот так вот можно продолжать. И что-то здесь бандажится. И четыре угла. Этот. Вот этот. Вот этот. И вот этот. Они вроде бы подвижные. А четыре других неподвижные. Я так и не докопался до сути названия. Опять же, кто знает, напишите в комментариях. Ну, вот. Есть вот четыре подвижных, четыре неподвижных угла. Вроде бы не очень сложная головоломка, но времени на нее я так и не нашел. Что же может Андромеда Куб? Похожие вращения. Давайте так их сравнивать. Вот. Похожие вращения. Но разрезов здесь стало определенно больше. Давайте визуально вот так вот посмотрим. Здесь вот как бы вот центр такой был. Теперь центров здесь четыре. Или вот эти элементы. Здесь трудно что-то называть центрами, ребрами, углами. Определенно вот это вот углы. Да, остальное все не пойми что. Давайте поворачиваем дальше. Вот это вот похоже вращение с четырех углов. Да, можно как-то так сделать. Но в то же время можно что-то, мне кажется, и дополнительно повращать. Осталось только догадаться как. Что-то интересное у меня получалось. То есть такого положения можно продолжить вращение. И как-то еще явно не так. А может и так. Во. Вот какое-то такое чудо вышло. Если поближе. Как-то вот так вращается. Такой свободы нет на вот этом кубике. Здесь как-то все попроще. Можно вот что-то менять. Такие вот пиф-пафы делать. Вот. То есть меняются вот эти два элемента. Этот центр. И вот эти два элемента. Возможно, какими-то подобными алгоритмами здесь все и собирается. Не смотрю принципиально обучающих видео по этим головоломкам. Когда-нибудь все-таки возьму куда-нибудь с собой. Какое-нибудь путешествие. И поломаю голову сам. Здесь же возможностей для вращения сильно больше. Боюсь дальше перемешивать. Но это, мне кажется, да. Возможно. Вот так я поворачивал. И еще вращается. Страшно. Очень страшно. Попробуем теперь это вернуть назад. Пока я все не забыл. Ну, вроде интуитивно не сложно. Делали все несколько движений. И вот. Дромеда. Собрано. Я хотел бы сразу предупредить тех, кто считает, что они вот познали мир головоломок. Если собрали там кубики 6х6 и 8х8. И хотят чего-то посложнее. Встречал я не так давно одного юношу, который собрал 8х8. И поглядывал на болгинию от AJ. Ту, которая с углами. Ну. Переход не самый лучший. Да. И. Как мне кажется. Андромеда куб. Возможно и собирается интуитивно. Да. Знающие люди меня поправят. Так как. Возможно кто-то собирал. Либо виртуальную версию. Либо напечатан на 3D принтере. Но это не тот кубик. Который стоит покупать. А если вы познали только биф-кубы. Пусть даже 11х11. Они все собираются однотипно. Здесь же что-то новое. Что-то интересное. Вращение. Ну. Удовлетворительное. Но без изысков. То есть стандартное вращение лан-лан. Для сложных головоломок. Мы знаем, что уже некоторые лан-лан делают хорошо вращающимися. Но это стандартное вращение. Обычное такое. Можно бы и лучше. Ну в общем. Головоломка. Не дешевая. Не советую для скорой покупки тем, кто недостаточно опытен. Я так понимаю, что знания вот этого кубика здесь пригодятся. Хотя, в отличие от 4 угла. Где подвижны только 4 угла. Здесь, как я посмотрю, можно сдвинуть все углы. Причем по-разному. По-всякому. И возможно, поэтому она не называется 8 углов. А название Андромеда. Наверное, так должно быть страшнее. Ну, как-то так. Принимайте решение осознанно. Брать такую головоломку или нет. Но Андромеда Куб от Лан-Лан. Изделие непростое. Подойдет далеко не всем. А только опытным любителям головоломок. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.